В Ульяновском регионе уже не один год успешно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его программу также входит и грантовый проект «Агростартап». В этом году на участие в таком гранте подали заявки 49 человек. В финал прошли 10 лучших. Динар Халиулов только начинает делать первые шаги в фермерстве. Выигранные деньги молодой человек планирует пустить на постройку своей собственной молочной фермы. «Будем строить мясомолочную ферму, аналогичную вот этим, которая стоит. То есть коровник на 20 голов, крес, крупнорогатого скота. Будем продавать мясо и молоко. Основное это молоко». Пока что в распоряжении Динара только голая земля, но уже к концу года новострой планируют пустить в эксплуатацию. В Троицком Сунгуре, где молодой животновод намерен возводить ферму, уже функционируют подобные фермерские хозяйства, которые также были отстроены за счет срез агро-стартапа другими фермерами в предыдущие годы. «Посмотрел на моих соседей, на семью Коноваловых, Артемьевых. Примерно полгода за ними наблюдал, так сказать, изучал кухню изнутри. Посмотрел, как все это работает, убедившись, что все хорошо, что данный национальный проект в действии, работает, все получается. Решил тоже податься». Действительно, Коновалов и Артемьев уже опытные фермеры. Так, на ферме Сергея Артемьева производственная мощность составляет порядка 160 тонн молока в год. На выигранный грант в 2019 году аграрий построил ферму, закупил коров и доильные аппараты, а также мини-трактор «Батыр». Чистая прибыль за год составляет полтора миллиона рублей. «Был, конечно, опыт в ведении личного пособного хозяйства. У меня было три головы коровы. Мечтал всегда, как в песне, 33 коровы. Пока что 20, но планируем развиваться. Будем, как говорится, увеличивать поголовье. Коровник, он модульный, его можно наращивать. То есть до 50 голов этот комплекс можно увеличить». Коровки, живущие на фермах Троицкого Сунгура, голландской породы. Их кормят специальными сбалансированными кормами для того, чтобы буренки давали так называемое «умное молоко А2», в котором нет бета-казеина – сложного белка для усвоения организмом. Сбывают продукцию в казачий кооператив «Станичный», с которым у фермеров сложилась хорошая дружба. «Мы им помогаем в плане того, что с документа оборот, с дальнейшими какими-то заявками. Ну и, соответственно, в дальнейшем, слава тебе Господи, мы проходим, и в дальнейшем мы помогаем с реализацией. Также у нас есть переработка продукции, которой мы занимаемся здесь. То есть в этом плане у нас все уже отлажено и идет как такой механизм часовой, можно сказать». Кооперативам Ульяновской области обеспечена занятость для 10,5 тысяч граждан. Кооператорам оказывается поддержка в реализации их продукции населению. Участвуют они и в федеральных, и региональных грантовых проектах. «В целом, за время действия национального проекта с 2019 года в Ульяновскую область пришло около 200 миллионов рублей, это только через гранты, плюс субсидии кооперативам. 50 человек воспользовались этой поддержкой. Закуплено сегодня около 1000 голов крупнорогатого скота». Отмечу, что благодаря реализации проекта «Агростартап» в сельской местности решается вопрос с трудоустройством. Средний заработок составляет 25 тысяч рублей. Также региональный Минсельхоз отмечает, что фермерская продукция областных производителей с каждым годом успешно внедряется в крупные торговые сети, создавая тем самым здоровую конкуренцию популярным торговым маркам. Антон Никонов и Герман Баранов. Улправда ТВ из Новоспасского района Ульяновской области.